здравствуйте приветствую вас на канале про цветок зашла свекла и морковь что надо сделать для того чтобы вы осенью имели хорошие красивые крупные корнеплоды потому что у многих морковка получается и некрасивая и коровая и разветвленная и корнеплодов хороших нету а вот именно основа урожая того что какие вырастут корнеплоды закладывается сейчас поэтому давайте поговорим сразу о морковке а потом поговорим о свекле потому что сами вот и технологии как мы будем подходить будут немного отличаться ну во-первых надо знать что морковь это такая культура которая очень любит калий она калия любка можно сказать поэтому если вы сейчас на начальном этапе обеспечить морковь калием значит она будет расти корнеплод крупный не будет повреждаться морковной мухой и он будет хорошо храниться впоследствии что мы можем сделать по-марковке и по моркови мы можем сделать рассыпать в древесную золу рассыпаем в древесную золу по междур Blessed денным чапочкой ну можем сделать радочек продок насыпа древесную золу землей засыпать и пролить и в этом случае уже водой не проливать не обязательно потому что еще занимаем цепкой по поверхности значит надо будет пролить водой для того чтобы эта зола как бы стал раствораться в почве ну далее если вы вообще посадили морковку и не нас никаких удобрений значит таких химических удобрений что я посоветую можно делать на моркови значит мы берем от морковки отступаем примерно 7 сантиметров от родочка нашего делаем бороздку делаем бороздку с одной и с другой стороны родочка значит с одной стороны мы засыпаем суперфосфат из расчета 10 грамм на один метр погонный ну это примерно чайная ложка суперфосфата на один метр погонный засыпали а в другой с другой стороны мы сыплим мочевину тоже 10 грамм и плюс хлор истыкали хлор истыкали морковка переносит хорошо запоминайте это и перемешку сыпли хлор истыкали и мочевину после этого мы заделываем эти рядочки засыпаем землей у нас потом поливается удобрения раствораются и кормят нашу морковку ну глубина бороздок где-то 4 5 сантиметров глубоких бороздок не надо потому что наша морковка мелкая на чтобы это питание пошло к морковке потому что если по морковки мы дадим такое вот задел в начале роста наш наш это стим к тому что наша морковка будет хорошо развиваться и даст хорошие длинные корнеплоды ну конечно можно приблизить к народным средствам народные средства если вам хочется повозиться на чем много калия банановой кожуры бананок ожира содержит очень много калия. Настояли банановую кожуру, там сутки, залили теплой водой, сутки постояло, можно смело поливать вашу морковку. Морковка ваша будет поправляться прямо на глазах. После первой калийной подкормки, которую мы сделали для нашей морковки, или такой сложно-смешной, как я сказал, можно сделать подкормку следующую. Следующую подкормку для моркови мы будем делать, это азотно-калийную. Азотно-калийную подкормку, хлористый калий, плюс та же мочевина, по 20 грамм, то есть по одной ложке на ведро воды, размешали, проливаем родочки нашей моркови. Но не забываем, что сразу землю проливаем, потом удобрением проливаем, и потом опять же слегка сбрызгиваем поверхность, для того, чтобы наши удобрения не остались на наших сходах, для того, чтобы они их не сожгли. Запоминаем этот нюанс. А то многие как бы подкормили, пролили, растения пожелтели, потому что это химический ожог. Ну и работу, добавок, необходимо делать. Желательно-вечерние часы. Желательно-вечерние часы. Почему? Потому что есть работу сделать утром или ближе к обеду, и наши растения получат просто солнечные ожоги от солнца. Солнце на капельках воды будет отражаться и погубит наши растения. Так что запомни, морковка сам очень любит калий, во второй степени она любит азот, а уже к фосфору она относится как бы более, ну, не так требовательно к фосфору. Фосфор накаленная подкормка по морковке нам уже больше необходима, будет в августе месяце, когда морковь начнется взрывать. Следующая культура, о которой мы не должны забывать сейчас, когда она уже взошла, это свекла. Хорошие корнеплоды у кого-то удаются, а у кого-то они черные внутри, и потом морщатся, внеют, не хранятся. А это говорит о том, что уже в начальном периоде мы не побеспокоились об этой культуре. Значит, свекла очень любят щелочные почвы. Это раз. И во-вторых, свекла выносят высокие дозы минеральных удобрений. Это два. Но что сделать? Если у вас такая ситуация с свеклой, что она чернеет внутри из года в год, значит, нашу почву мы сделаем что? Мы сделаем для свеклы сразу двойную такую подкормку. Свекла более отзывчива к азоту в начальный период роста. Поэтому можно подкормить одной мочевиной, но гораздо лучше, если вы возьмете 20 грамм милостакан, добавите туда столовую ложку мочевины, а 40 миллилитров лучше взять нашатырного спирта. Взять нашатырного спирта, этот растворили, и вот проливаем все родочки нашей свеклы. Пролили родочки нашей свеклы, значит, мы пощелачили почву и дали растениям азот. И посмотрим, что ваша свекла на глазах станет поправляться и станет расти гораздо лучше. Ну, из народных средств, конечно, это самое, что там, ну, можно золу. Ну, золу для того, чтобы она быстрее усваивалась нашими растениями, для свеклы мы будем давать в невысоком виде. Мы берем стакан, 200 грамм стакан, ну и гащим. Эту свеклу загашиваем в небольшом количестве воды и льем уксус. Ну, и примерно уходит это самое на 200 грамм, где-то 150 грамм уксуса, который загазит свеклу. Пузырьки перестали выделяться, значит, реакция кончилась. Разводим до 10 литров воды и проливаем наши родочки. Но опять же, после этого мы не забываем, что немного сбрызнуть. Не обязательно уже обильный полив, хотя бы сбрызнуть поверху наши растения. Для того, чтобы тот же уксус не оставались так же на поверхности. Ну, все вы выращивая корнеплоды и морковки, и свеклы, знаете, что их очень любят различные вредители. Много, кто позаривается на наши корнеплоды, на наш урожай. Поэтому я советую очень, опять же, в начальный период роста, для того, чтобы не было повреждений наших корнеплодов, значит, использовать препарат профит-антивредитель. Проливаем родочки. Значит, уже мы как бы защищаем наши растения в самый начальный период роста от тех личинок морковной мухи, которые будут повреждать, от того матового мертвоеда, который будет повреждать нашу свеклу, мы уже сразу защищаем. Так что проливаем антивредителем, и урожай хороший нам гарантирован. Так что вот эти подкормки, которые я вам назвал, плюс защита вот такая биологическая от вредителей, обеспечит вас хорошим урожаем. И сочная сладкая морковка, и не менее сладкая и вкусная свекла всегда будут на вашем столе. Чего вам и желаю. До свидания.